И целого вечера будет мало, чтобы прочесть свежий выпуск газеты «Вечерний Минска». Читать есть что? В свежем выпуске «Вечернего Минска» вопрос от жителей Шабанов. В каком году и когда появится станция метро в Шабанов? Какое название бы подошло этой станции? Не знаю, окраина, окраина. Там же Торстенец, да. Точно, Торстенец подошел. В 43-м году, это же такая далекая перспектива. Может быть, Шабаны как раз центром уже города будет? Навряд. Вам письмо. Добрый день. Скажите, вы только что опустили письмо. Своим знакомым оно отправится в Слудский район. Поздравление с наступающей Пасхой по католическому календарю. Из Минска могут исчезнуть вот эти красивые, такие раритетные, можно сказать, голубые? Мне кажется, не должны. Это в какой-то степени символ города. Простите, как молодежь говорит, фишка должна быть в обязательном порядке. Когда мужчины, минчане, герои обложки, да, очень приятно вас видеть. Много хороших слов всегда говорят вам? Очень много. Много говорят, да? Так все-таки не о фоне. А мне кажется, хаус-мастер как-то даже звучит по-другому, да? Ну да. Да? Как еще вас могут? Я думаю, что я не могу. Да ладно, вы что, работяга. Увидеть Минск на ощупь и строить столицу женскими руками. А кто бы сомневался, минчанки всегда на высоте. Блондинка ловко забирается на башенный кран. Вы смотрели бы на это и смотрели? Да, смотрели и смотрели. А много минчан сюда приходят поглазеть на Светлану? Да, кранова, девушка и на кране. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, слышите, под вашими ногами даже арматура поет, Светлана. И не каждый день в Минске увидишь девушку, которая управляет такой машиной. Очень много таких девушек, которые управляют краном. Все такие же маленькие, все такие же худенькие. Надо на конкурс красавиц идти, на мисс Минск. Носите на руках девушку? Конечно. А как вы вообще относитесь к женщинам в мужских профессиях? Это нормально в сегодняшнем мире и в сегодняшнем Минске? Конечно. Все как бы должны быть в пределе. Вот у каждого свой домик такой строительный. А там есть специально для вас, я не знаю, женский? Да, да, да. Только для вас? Только для меня. Светлана, то есть я понимаю, что вы теперь на Минск смотрите только с высоты, да? Да. Сегодня в Минске объявлен на оранжевый уровень, а у вас как раз оранжевого цвета кран. Когда сильно ветер, да, покачивает, что-то чувствуется. Как будто в самолете? Ну да, есть. Или тяжелый груз поднимаешь какой-то. Ваш муж тяжелый груз таскает сам или вас просит? Все сам. Дочка у вас? Юлия. В садике обычно говорят, кем работает твоя мама? Она знает, где я работаю. Моя мама всегда на высоте, говорит Юлинка. Ну, может быть, да. Борща Светлана не приносит? Нет, только рассольник приносит. Приносит. В детстве-то, в принципе, кем мечтали быть по профессии? Хотелось, конечно, стать спортсменкой. Ну, и получилось. Вот. Так судьба заставила. То есть за вторыми европейскими играми вы будете как раз с башенного крана следить, да? Да, да, да. Тут же стадион рядом, да? Да, да. А ваше любимое место в Минске? Ну, наверное, библиотека. Мне очень нравится. Очень хорошо видно все с краном, наблюдаешь, красиво светится, когда темно. Кроме управления краном удается еще, я не знаю, там, газету почитать? Естественно. И повязать, и почитать, и музыку послушать в Инстаграме, и в Вайбере везде. Селфи делаете? Делаем, делаем, все делаем. Из чего состоит кран? Как правильно, я не знаю, там грузы цепляются? Вы должны это знать? Ну, естественно. Ну, еще, конечно же, ответственный скопольщик, который это все делает по его команде. Ничего сложного, ничего страшного. Правда, хочется по-мужски пожать руку, но не буду. Давайте я вас лучше приглашу в оперный театр всей семьи. Наверное, на балет. Все, идете на балет. Хорошо, Светлана, договорились? Да, да. А европейские игры вторые вы будете помогать освещать агентству Минск новости? Хорошо.